Беларусь Динамо Автозаводцы по-прежнему вынуждены обходиться без ряда ключевых игроков, а ступившись в Гродно опасались угодить в психологическую яму в случае второго поражения к ряду, в то время как Смолевичи, ни разу не побеждавшие со старта сезона, из этой ямы еще не выбирались. Несмотря на диаметрально противоположные полюса в турнирной таблице, гостевая команда начала встречу гораздо активнее и уже на 15-й минуте Макарову удался блестящий удар, выведший Смолевичи вперед. Впоследствии команде Александра Бразевича давалась игра, но преимущество гостей не принесло искомого результата, а Рамос еще до перерыва сумел сравнять цифры на табло, забив свой третий мяч в чемпионате. Во втором тайме у Смолевичи были возможности вновь огорчить дебютировавшего Алексея Козлова, однако реализовать эти моменты не удалось, в то время как единовременная вспышка Вилозу и Рамоса, последующим автоголом Жевнирова, позволила черно-белым в тяжелейшем поединке добиться виктории. Александр Бразевич после матча не скрывал отчаяния касательно проблем в игровом и финансовом плане. Городея против Немана Сахарный коллектив с трудом добывает очки, не побеждая на протяжении пяти туров, в то время как гродненцы прибыли максимально мотивированными на то, чтобы поддержать своего тренера. Минувшем туре, благодаря такой мотивации, желто-зеленый буквально смяли соперника. В первой половине игры данного противостояния городейцам удавалось сдерживать атакующую линию Немана и отвечать своими выпадами, правда реальной остроты оппонентам создать не удалось, отложив ключевые события на второй тайм. В долине Дмитрия Дударя сразу после перерыва перевернуло ход игры, негативно повлияв на хозяев поля, оказавшихся в большинстве и утративших должную концентрацию. Выдержав натиск городей, команда Игоря Ковалевича стала активно пользоваться возникающими свободными зонами, в чем особенно преуспела связка Кадемян Марушич. В результате активности этой пары игроков, а также вышедшего на замену Яблонского, Неман в течение 10 минут сумел создать солидный ганди-кап. Кадемян, реализовав пенальти, отличился седьмым голом в текущем сезоне. А Яблонский удвоил перевес гродненцев, что позволило гостевой команде добиться второй к ряду победы и подняться из глубин турнирной таблицы. Белшин, обосновавшийся на последнем месте и ни разу не побеждавший в текущем сезоне, пожаловала в гости к славе, которая три тура к ряду обходится без побед. Уже на старте поединка бобручане сформировали весомый задел для первой виктории в чемпионате. Сначала великолепным голом отличился Башилов. Затем Солонович забил дебютный мяч в высшей лиге и удвоил преимущество Шинников. Однако еще до перерыва Недашковский отквитал один мяч, отметив это взятие ворот фирменным акробатическим этюдом. После перерыва Мазыриане, действуя первым номером, оголяли тылы, предоставляя возможности команде Эдуарда Градобоева проводить острые контратаки. Однако в последних турах у Ковеля разладилась игра в завершении. Выход с Люсера позволил Мазырианам усилить давление на ворота Туранка. Этот натиск дал возможность хозяевам поля сравнять счет благодаря автоголу Ковеля. Растерявшие преимущества гости сникли и Славия вырвала победу на последних минутах. Благодаря смелости Нарха и определенной толике удачи. 3-2 Славия вновь оформляет волевую победу, а безвыигрышная серия Белшин растянулась уже на 11 туров. Переносимся в Минск, где Динамо в центральном поединке Тура сошлось с Шахтером. Столичный коллектив при непосредственном участии Леонида Кучука добился лишь одной виктории, в то время как горняки набрали потрясающий ход, не проигрывая и не пропуская на протяжении шести матчей. В первой половине игры соперники предложили тягучий плотный футбол, надолго сковывая друг друга в вязкой борьбе в центре поля, что не позволяло ни столичному коллективу, ни шахтеру создавать острые эпизоды. В такой игре двойную цену приобретал первый забитый мяч. В начале второго тайма незаметный до того Лисакович здорово распорядился предоставленным моментом и уверенно переиграл Плотникова, отличившись пятым забитым мячом в текущем чемпионате. Минимальный перевес позволил желто-черным, внимательно действовав в обороне, полностью нейтрализовать атаку динамовцев, которые так и не побеспокоили Гутера вплоть до финального свистка. 0-1 шахтер добывает очередную викторию и продолжает преследование Боте, а Динамо по-прежнему испытывает проблемы с игрой и результатом. В молодечно столичный рцор БГУ, одержавший 4 победы к ряду, принимал Витебс, который не побеждал на протяжении 6 матчей. Витебляне, которым не просто даются забитые мячи в данном противостоянии, тем не менее стартовали весьма резво, обозначив общую тенденцию всего поединка. Уже на 9-й минуте Диего Сантос забил дебютный мяч в текущем сезоне и вывел северян вперед. Хозяева поля, несмотря на отсутствие лучшего бомбардира высшей лиги Икшибаева, также нашли резервы для игры в атаке, прежде всего положившись на качественную реализацию своих моментов. Бакич откликнулся на подачу Гирса и восстановил паритет в матче, отличившись третьим голом в нынешнем чемпионате. А вскоре удар Умарова установил лидерство студентов. Николаевску две минуты спустя, четко реализовав пенальти, забил пятый мяч в высшей лиге и вновь установил равенство в счете. Однако последнее слово в этой ударной пятиминутке перед перерывом осталось за командой Владимира Белявского. Гирс записал в актив голевой дубль, а ТВ точным ударом вновь закрепил преимущество минчан. После такого серьезного эмоционального всплеска вторая половина игры выдалась менее богатой на голевые моменты, а удаление Ютчица в спорной ситуации усложнило жизнь РЦОР БГУ. Тем не менее студенты неплохо оборонялись, выдерживая натиск северян и позволяя команде Сергея Ясинского создавать остроту в основном посредством розыгрыша стандартов. Хозяева поля были близки к пятой подряд победе. Однако на исходе компенсированного времени матча Матвеенко вновь отличился голевой передачей, а Жулио Сезар сравнял счет и принес своей команде ничейный исход, который стал уже четвертым к ряду для Витебска. Батыни Дилеранее добывший кубок страны в тяжелейшем матче с Брестским Динамо против обескровленной Ислыча. Определенная эмоциональная выхолощенность борисовчан после кубкового матча способствовала тому, что желто-синие тяжело входили в игру, и несмотря на территориальное преимущество и контроль мяча с трудом создавали опасные моменты у чужих ворот в первом тайме, в то время как «Волки», действуя вторым номером, соорудили несколько острых эпизодов у владения Чичкана. Однако незадолго до перерыва подача Стасевича на Драгуна завершилась назначением пенальти, а почувствовавши уверенность в своих силах Милич реализовал 11-метровый удар, отличившись забитым мячом в четвертом матче подряд. На старте второй половины игры самым заметным игроком на поле стал Янсане, имевший несколько возможностей для того, чтобы сравнять счет, а затем заработавший удаление. Полученное преимущество позволило желто-синям почувствовать себя гораздо комфортнее и создавать большее количество опасных моментов у ворот Хаткевича. Однако в этих эпизодах футболисты Батэ столкнулись с проблемами в реализации. Особенно неудачным выдался финальный отрезок для Павла Нехайчика, который упустил несколько великолепных возможностей удвоить перевес Батэ в счете. Тем не менее, даже минимального преимущества борисовчанам хватило, чтобы одержать шестую к ряду победу, а Ислыч потерпела третье поражение подряд. Завершаем наш обзор. Дерби в Бресте, в котором впервые в рамках высшей лиги сошлись рухи Динамо. Дополнительную подоплеку поединку добавляли интересные взаимоотношения Александра Зайцева с обоими коллективами и три к ряду поражения динамовца в чемпионате и кубковом финале. Сергей Ковальчук впервые в сезоне использовал схему с тремя центральными защитниками, подстраиваясь под модель игры соперника. Но начало для чемпиона страны выдалось обескураживающим. Диало замкнул на весь сеть Косуглового и вывел рух вперед. Однако еще до перерыва динамовцев удалось сравнять счет благодаря точному выстрелу Кисляка, забившему третий гол в сезоне. После перерыва номинальные гости добавили в активность и агрессию чужих ворот, успешно применяя высокий прессинг и прижимая менее искушенных оппонентов к своим воротам. Вышедшие советские Лаптев добавили мощи атакующей линии Динамо, и в итоге давление белосиних вызымело эффект. Реализованный советским пенальти не только позволил команде Сергея Ковальчука повести в счете, но и надломил оппонентов, которые в оставшиеся до финального свистка время пропустили еще дважды. Сначала советский оформил дубль, отметившись ударом головой, а затем третий голевой удар в текущем чемпионате записал на свой счет Лаптев. 1-4 Динамо прерывает свою неудачную серию, а Рух терпит поражение впервые за 8 матчей. Все результаты 11-го тура вашему вниманию отмечаем уверенную победу Брестского Динамо в дерби, очередные победы Батэ и Шахтера, второй подряд успех Гродненского Немана, а также не забываем о потрясающем камбэке Славии. Батэ сохраняет лидерство в турнирной таблице, Рцур БГУ, Торпедо Белас и Шахтер продолжают преследование Борисовчан. Победа над Рухом позволила подняться Брестскому Динамо на шестую позицию, а столичная Динамо увязла внизу таблицы. Смолевича и Белшина прочно обосновались на последних строчках. 12-й тур подарит нам интереснейшее противостояние между Шахтером и Рцуром БГУ. Батэ отправится в гости к Витебску, постоянно отбирающему очки у фаворитов, а Слузг примет Торпедо Белас. А за самыми яркими моментами 11-го тура вместе с вами наблюдал Федор Прошкин. Всем добра!